18 ноября 1918 года. Завтра 99-летний юбилей отмечает не только Латвийское государство. Сейчас эта фотография украшает один из залов Музея истории Риги и мореходства. Ее показывают школьникам, изучают историки. Художники рисуют с нее картины. Но путь этого снимка в музей был долгим. Эта фотография ровесницы государства. На ней изображено провозглашение независимости Латвии. Марина Лебедева встретилась с гуннером Янайтисом. Он фотограф. В свое время он выкупил снимок по беснословной в то время цене. И это стало его личным делом. Представьте, один, единственный кадр. Больше ничего нет. Мы можем говорить, целый роман написать. Мы можем представить, как там оделись, так и так далее. Но как это было, только показывают фотографии. А было это так. 18 ноября 1918 года. Второй Рижский театр. Сейчас он называется национальным. В 4.30 здесь начинается заседание Народного совета. И он объявляет о независимости Латвии. В зале много людей. В том числе и человек со штативом и камерой. Фотограф устанавливает свою аппаратуру здесь. Прямо напротив сцены. Народный совет исполняет гимн Латвии вместе с хором. Весь зал встает. Виллис Ридзенекс нажимает на кнопку. И так появляется единственный снимок, на котором изображено провозглашение латвийского государства. В течение нескольких лет фотография украшала витрину студии Виллис Ридзенекса в старой Риге Навальню-19. С приходом советской власти ее пришлось спрятать. Фотограф вместе со своей женой заклеили снимок бумагой. А сверху наклеили портрет Сталина. Менялись советские вожди, менялись и их портреты. И так в течение 49 лет, пока не наступила Атмуда. Мы знали, что такая фотография имеется и есть, только она не была там, где мы это все работали. Она была где-то спрятана. И когда Атмуда пришел это время, тогда они сами на свою голову отблокировали от этих заклеенных бумаг и так далее. Они немного его попортили. И они хотели тоже продать эту. Гуннерс Яна Этис рассказывает, в то время его супруга Силвия работала в музее истории Риги и мореходства. Тогда наследники Виллиса Ридзенекса, автора легендарного снимка, принесли негативы его фоторабот в музей. Хотели продать. В комиссии по оценке был и сам Яна Этис. Он хорошо понимал ценность этого кадра. За эту фотографию эта вдова хотела 18 тысяч рублей. А 18 тысяч рублей это три Жигуля. Ну то есть три советские Фиата. Было так, что я узнал, что этой фотографией интересуется человек, которого я точно, сто процентов знал, что он связан с КГБ. И когда я это узнал, тогда была попытка эту фотографию предложить Министерству культуры. И тогда в это время была выставка «Латвия с лайкс». В это время мы взяли эту фотографию и поставили в этом действующей выставке уже. И тогда комиссия пришла. И 18 тысяч. Да, так думает, голову так, да? Нет, это мы не можем. Две тысячи, да, может быть, но больше нет. А что мне делать? Если государство не может, так я должен. Заключил договор с этой вдовой фотографа. И мне удалось, то есть я ей спрашивал, почему 18 тысяч? Ну она говорит, потому что это 18 ноября. Я думал, ну хорошо, что не в 27-м это произошло. Тогда было 27. И мне удалось 3 тысячи, так сказать, сбавить. И 15 тысяч я заплатил в какое-то время. Ну, у меня не было таких денег. Я постепенно. Покупку автомобиля пришлось отложить. Несмотря на то, что он нужен был для работы, чтобы возить тяжелую аппаратуру. Фотограф смеется. Пришлось какое-то время походить пешком. Но это того стоило. И когда я все было уже заплачено, мне эта фотография не понадобилась. Я думал, ну я же не буду ее держать дома. И я понимал, что мне надо это подарить. Если музей не может тоже от меня, так сказать, покупать. То есть я подарю. И я подарил музею. Ну и я за свои деньги реставрацию сделал. И за свои деньги я сделал. Рамка была разрушена. И там поднесем надпись на бронзе и так далее. Это все я сделал, чтобы музею не надо было ничего делать. Чтобы это было готово. Чтобы можно ее выставить. Отвечая на вопрос, был ли это самый отчаянный поступок в его жизни, Яна Этис удивленно взмахивает руками. Конечно, нет. Наоборот, самый рациональный. И когда я мыслями возвращаюсь, надо ли было это сделать, не надо было сделать, я до сих пор уверен, надо было это сделать. Пусть меня считают немного, ну, не таким, это мне не касается, не важно. Но эта фотография, я считаю, спасена. Она находится в музее, в хороших условиях. Может быть, я этот риск подсчитал, что я смогу это сделать. Я не могу обманывать, даже если они сколько просили бы и так далее, я их не могу обманывать. То есть мы заключили договор, что в это время я принесу столько-столько и так далее. То есть тогда, когда мы договорились, уже никаких разговоров там или меньше, тогда всё уже. Я должен сделать своё, сделать только до конца. Сейчас фотография Виллиса Ридземекса про возглашение латвийского государства 18 ноября 1918 года ежегодно выставляется в музей истории Риги и мореходства в ноябре. То есть вы никакого внимания от государства за эти годы в связи с тем, что вы сделали, в принципе, не получили? Нет, я не жду. Нет, я не к тому, что вы ждёте. Нет. Но это было бы естественно. Ну разве... Это было бы нормально. Но разве в наше время всё происходит, то, что естественно? Личное дело Марины Лебедевой, Латвийское телевидение. Продолжение следует...